Мы сегодня вспоминаем всех на поле брани живот свой положивших, но не только их, всех, которые погибли в войнах и от ужасов войны. Те, которые участвовали в последней войне, могут себе яснее дать отчет в том ужасе, который представляет собой брани, искусственно созданная взаимная ненависть, готовность убивать, губить друг друга. Если думать о войнах, которые опустошили христианский мир за последние двух тысячелетия с ужасом приходит на мысль то, что за этот срок между христианами было больше трёх тысяч войн, где одни христиане, помолившись Богу о победе, убивали других. Но не только на поле брани погибали люди. В пожарах горели города и мирные жители. Пожары разрушали целые поля, хлеб, и люди умирали с голоду. И кроме этого, страшное действие было совершено, когда начались в ужасающем масштабе пленения людей, заключениях в тюрьмах, в контрастационных лагерях, изгнания, голодная смерть и жестокие человеком наведённые пытки. Миллионы за последние столетия погибли на поле брани и в последствиях от брани, но ещё большее число как последствия человеческой ненависти вражды. Когда думаешь о жертвах, кровью обливается сердце. Те из нас, которые это видели, никогда этого не забудут. Но не только о жертвах идёт речь. Есть ещё преступники, которые были причиной войн, застенков, лагерей, пыток, ненависти. И думается, как они стоят теперь перед Лицом Божиим, с каким ужасом они предстоят и представляют собой то, что ими было совершено, и чего они изгладить сами никак не могут. Один современный богослов, говоря об этом, сказал, что единственный, кто может спасти мучителя, виновного, это его жертва. Но, Господи, какое величие души нужно для того, чтобы человек, погибший в пытках, в страданиях, от голода, который увидел, как умирают самые дорогие, родные ему люди, дети, жена, мать. Какое величие нужно, чтобы они обратились к Богу и сказали, прости, Боже, они не знали, что они творят. Нам это не под силу. Только Бог может простить и жертва. но будем молиться, Господи, о тех, которые были жертвами всего ужаса земли за последние тысячи лет, но особенно за тех родных нам, которые участвовали в последних войнах и в революции и в последствии его. Будем молиться, чтобы Господь им дал вечное упокоение, утешил бы безутешных. Мы будем стоять со свечами, свидетельствуя этим, что, как на Пасху мы верим в воскресенье Христова, последнюю победу жизни и Бога, но тоже будем держать эти свечи как свидетельство перед Богом о том, что каждый этот человек, знаемый нами или незнаемый, человек, о котором мы слышали или который остался безымянным для нас, для нас пример, что он оказался светом на нашем пути, призывая нас к подвигу, к любви, к жертве. Осталось, что он для нас был примером и призывом. Поэтому будем молиться во время этой панихиды от души, будем держать свечи в свидетельство Христу, что каждый из них зажег в мяс подобной свече искру сострадания, добра, любви, жертвенности. Будем молиться о том, чтобы Господь их упокоил в вечных селениях и чтобы не повторил реальность то, что было так страшно в течение всей человеческой истории. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...